Всем привет, мои хорошие, с вами Кемили, и сегодня я снимаю для вас новый мукбанг с блинами. Их кажется очень мало, на самом деле нет, здесь 12 штук. А я еще снимаю для вас сегодня влог, и эти блины я сделала сама, пусть не идеально, как у мамы, но зато собственными руками. Вот у нас здесь с вами будет чай. Я извиняюсь, если будет шуметь мой вот этот вот браслет. Вот, решила что-то я его сегодня напялить, потому что подумала, что сережки в серебре, и этот браслет будет в тему. Здесь у нас гущёнка с вами, мёд, вот такой вот, и фрукты. Просто фрукты были в холодильнике, я подумала, почему бы это не замиксовать. Вот так вот, ребята, сегодня я пришла домой в 12 или даже в час, и мне уже установили модем. Это было очень радостное событие для меня, и я просто балдею теперь от своего интернета. Мы знали, что я была жутко недовольна своим интернетом, но просто я и платила очень мало. Ну, теперь я плачу в 3 раза больше, и у меня, можно сказать, скорость увеличилась в 6 раз. Я подключилась к другой медиасети. Просто реально, когда у меня загружалось сегодня видео, я не верила своим глазам. У меня было такое ощущение, что это какой-то глюк. Видео, которое я обычно загружала за полтора часа, сейчас оно у меня загружается за 5 минут. Я даже не успеваю сделать обложку, представляете? Это просто кайф. Вы знаете, когда я хотела поменять интернет, я хотела взять максимальную скорость и платить в 6 раз дороже. Да, в 6 раз дороже, чем я платила изначально. Но потом оператор настолько добросовестный, он мне сказал, девушка говорит, если вы одна пользуетесь этим интернетом, ну, максимум, мама, нету смысла покупать такой дорогой интернет. и платить такие деньги. Ну, я подумала, что изначально попробую так. Если меня не устроит, я уже прибавлю скорость и, следовательно, прибавлю денежку. Просто вы сами тоже понимаете, что все-таки YouTube это тоже работа. И мне удобнее ее делать быстро. Я вам давно говорила про то, что я хочу поменять компьютер, я хочу поменять интернет. Но вы знаете, из-за карантина вот это все тормозило. То они не работают, то я что-то забывала. И слава богу, это совершилось. Я просто была настолько рада, я просто прыгала, когда увидела, что видео, которое загружается полтора часа, просто за пять минут загружается. Это был кайф. Плюс теперь интернет у меня ловит и в моей комнате, и на балконе, везде. Может, вам не интересно это слушать, но просто переполняют эмоции. Если вас тоже бесит и раздражает ваш интернет, просто перейдите на другую медиасеть или просто попробуйте перейти на другой тариф. Мой тариф, по-моему, назывался «Пенсионер». Потому что настолько слабый интернет, я не видела ни у кого. И постоянно люди, когда ко мне приходили, слабые, это кто разбирается, это 6 мегабит в секунду. Да, супер, да, согласитесь. И все, кто ко мне приходил, всегда просто крутили у виска и говорили, «Айка, ты же вроде блогер, что это за интернет, это стыдно». Из 5 мегабит в секунду я перешла на 80 мегабит в секунду. Ну, почти 80. Я просто офигела. Я просто офигела. Еще немного приболела, мне кажется. Я у подруги осталась ночевка, и мы прям на полный врубили кондиционер. И легли спать. Как выяснилось, это была плохая идея. У меня такое ощущение, что прям ломит все тело. Как будто меня кто-то избил. Температуры, слава богу, нет. У меня парень настолько переживает, как только, я говорю, я чуть-чуть тебя плохо чувствую. Он, все, ты заболела, стопудово корона. Я говорю, успокойся, все нормуль. Просто постоянно сидеть дома. Тоже не вариант. Рестораны, кафе, все закрыто, молы закрыты. Остается вот так вот к подружке с ночевкой идти. Я помню, раньше я всегда шла с ночевкой к своей двоюродной сестре. У нас были гадальные карты, специальные. Мы дети были в то время, наверное, по 7-8 лет. Мы сидели таки и гадали. Это, знаете, перемешиваешь эти карты и начинаешь собирать в пазл, и получался какой-то рисунок. А потом ты открывал книжку и смотрел в книжке значение этого рисунка. У меня тетя очень хорошо гадает на картах. И, вы знаете, все ее предсказания сбываются. Мне кажется, она еще и тонкий психолог. Она обращает внимание на то, как человек себя ведет. Но, в общем и целом, я как бы не очень верю в эти гадания, если честно. Как я плавно от одной темы перешла на другую. Я вам рассказывала, да, я однажды была у гадалки. И она просто смотрела на мое лицо. И говорила, например, фотография человека одного. И она мне говорила, тебе он не нравится. То есть человек, просто исходя из моих мимик, исходя из моих, не знаю, каких-то слов, давал свои эти предсказания. Честно, не очень верю в это все. Может быть, есть настоящие гадалки, экстрасенсы, но мне кажется, большинство из них просто какие-то шарлатаны. Не более. Так вот, мы с двоюродной сестрой. Обычно я к ней шла с ночевкой и покупали всякие сладости. Сидели, гадали, представляли, что мы эти экстрасенсы. Детьми еще были тогда. Мы просто смотрели вот эти передачи, битвы, экстрасенсы и все дела. Честно, столько вышло всяких видео в ютубе, что это все подстроено на самом деле. Что вот эти экстрасенсы, которых нам показывают в ТНТ, что действительно они ничего и не умеют. И это просто типа для шоу. И реально люди с доказательствами просто показывают вам о том, что это полная чушь. Я, с одной стороны, такая думаю. Например, Если бы были вот эти вот все экстрасенсы, ну давайте порассуждаем, да? Почему ни один из них не предсказал вот эту пандемию? Никто не сказал. Вроде проблема глобальная. Если они просто по фотографии в закрытом конверте могли рассказать о том, как убили этого человека, про все черты лица, про будущее, про прошлое. Так в чем дело? Почему они не могли просто рассказать о том, что закрывайте все границы, будет пандемия. Закройте все границы с Китаем. Опять же, возможно, я не права. Но все-таки, наверное, это все-таки чушь. Потому что и бабушка много раз, бабушка еще очень верит в такие вещи. А вот. Много раз ее тоже обманывали. Наживаются на горе других людей, я вам так скажу. Столько раз писали в инстаграме колдуньи, маги. Ты говоришь, что я не делаю рекламу. Они говорят, так мы вам предложим в два раза больше. Скажите своим подписчикам, что я предсказала вам будущее. Что я прям такой высококвалифицированный специалист. Я действительно ясновидящая. Я просто знаю, что есть очень много подписчиков, которые действительно верят каждому моему слову. Зачем мне просто натыкать вас на такой лохотрон? Это глупо. Это знаете, мне однажды предложили рекламу сайта, где продаются всякие коробки. Ты можешь купить коробку, и ты не знаешь, что там будет. Мне это объяснили, что ты обязательно можешь что-то выиграть. Например, есть коробка со сладостями. Ты, например, покупаешь билет в эту коробку, как бы крутишь барабан, так скажем, и тебе попадается какая-то из этих сладостей, либо какие-то наушники, ну какая-то мелочь, короче. Стоит недорого. И тебе это приходит. Я по своей дурости все это сняла. Мукбанки рассказала про этот сайт. И потом до меня дошло спросить. Вот вы говорите, что может попасться, например, айфон. Ну, к примеру, да? А может ли вообще ничего не попасться? И мне сказали, ну да, такое бывает редко, но это тоже бывает. Я такая думаю, если может попасться, а может и не попасться, это уже значит азартная игра, извиняюсь. Получается, что ты можешь купить коробку, и тебе в ней ничего может не попасться. Они говорят, ну да, такое бывает редко, но все-таки такое бывает. Я такая, стоп. 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 Я говорю, давайте закончим наше с вами сотрудничество. Я не согласна. Я говорю, почему вы мне не сказали, что есть такой исход? И они мне сказали, ну вы не спрашивали о том, что может быть такое, что никто ничего не выиграет или не может. И я отказалась. Такая вот тема была. Поэтому какой бы блогер или не говорил, прежде всего включайте свою кукушку. Потому что они мне скинули примеры, как их рекламировали другие блогеры. Я вам скажу, не буду называть имена, но этот сайт рекламировали блогеры-миллионники-ютуберы в своих ютуб-видео. Я изначально просто как бы повелась, потому что я смотрю миллионник, блогер, у которого миллион и триста тысяч подписчиков рассказывает про этот сайт. И я такая думаю, значит, серьезная организация. значит, не просто винники вяжут. Вот. И повелась. Я не буду говорить, кто именно. Ну да ладно. Вы ее, скорее всего, даже не знаете, потому что я думаю, что аудитория, которая меня смотрит, им не интересен такой детский контент. Хотя, может, и знаете. Ну, в общем, такая вот ситуация у меня была. Мне кажется, если ты даже решишь запустить эту рекламу с каким-то лохотроном, все-таки, мне кажется, это пятно для твоей репутации. Потом тебе пропоминать будут еще сто лет это. Уже четыре дня. Вот что ни делаем, едим эту черешню, и она не заканчивается. Причем из нашего огорода. Последняя красотка. Видео я специально снимала по запросу одной подписчицы. Хотела ей передать привет, но, к сожалению, не нашла этот комментарий. То ли она сама его удалила, то ли, не знаю, YouTube опять глючит. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока.